сейчас мы находимся в музе это у нас такой вот написано студия исторических реконструкций рококо коллекция исторических точно реконструированных костюмов и аксессуаров и сейчас мы с вами зайдем туда и посмотрим как там выглядит вот так вот сама вывеска и сейчас вы видите вот такая вот у нас муж получается поместье ведь мужа ну тут то поместье на все правильно реконструировано вот это все было сейчас еще посмотрим что там внутри будет там же зайдем вот у нас фарфор это значит внутри мы тоже посмотрим с риски какие красивые фонари очки утик бегают Поехали! Tas ir tāds logs, un tad viņš sāks par pocket hoops, ka tas viss ir tāda kāda. Bet nevēl zvēlāk moda maina jāsāk, nu, dramatiski, jā, tāds 11. gadsimta sākumā, bet jau 18. gadsimta īskaņā moda mainās uz vienkāršākām pleitām. Bišķiņai laiku mēs piekš, bet, nu, šāds te ir viengabalainis, jā, vai tās, ar augstu līdukļu līdī, un tad jau apakšs vēl arī nedaudz pārveidojas, un, kādā dāmām nebija tik skrīgšu kostēt, nu, parādījās apakšbikses. Bet tās dikses ir ļoti nosacīts, ja te ir vienkārši dikses. Gospisaitu teikrisi kūpēja, nu tegēmā oveķs. Amērši kūpēja, nu, šāds gatsīs pārveidojas. Až mūs kūpēja, kūpēja, nu, kūpēja oveķs. Teikimta antajā oveķs, wow'se vienkā oveķs. I tās gatsītskīti, kūpēja pakūpēja oveķs ās, kūpēja, kūpēpēja CHANjumā kūpēja. И ждут внимания Как и любое живое существо Очень нам понравилось Здесь нам рассказывают о том Как они делают молочко Как они делают сыр И просто такая хорошая атмосфера Со специфическим, конечно же, запахом Но этот запах нас не пугал Это тут мне очень понравилось История нам была рассказана Самого хозяйства Что и как и где А сейчас мы с вами видим Здесь находятся овцы Которые ждут очередь на дойку И мы заходим дальше И видим вот это само То место, где доят овечек Вот они стоят Кушают корм И подключается к ним аппаратура Собирается молочком В принципе, в данном хозяйстве Где-то 150 овечек И вот они все по очереди Каждый день приходят на дойку Молочка получается И хватает, они сказали А сейчас мы с вами находимся В самом последнем И самом вкусном пункте Нашей экскурсии Это винодельно Кожума Вайнери Это Баусский район Латвия И в данном случае Мы сейчас находимся В теплице Где выращивается Столовый виноград Отвечу на вопрос Весь виноград Который в мешочках Это виноград для выставки Чтобы туда не попали осы Чтобы было Чем ехать на выставку Его помещать в такой мешочек И оно хранится До полного поспевания Нам ждали попробовать Каждого сорта винограда Здесь его на секундочку Где-то 30 сортов Пола разного винограда И мы все это попробовали Продегустировали Вот этот же виноград Который уже спелый Можно было что-то и прикупить Но не весь Единственное сказали сразу Нельзя трогать И не срывать Даже по одной штучке Нельзя трогать С ветки Потому что это все-таки Как бы в принципе Достаточно дорогой виноград Он стоит около 5 евро За 1 килограмм И нам здесь очень понравилось В принципе Виноград очень интересный Разные сорта Разные что-то на вкус Очень сладкие Что-то еще не совсем сладкие Что-то с косточками Что-то без косточек Что-то продолговатое Что-то округлое Блин Очень интересно Очень такие гроздья В этом году они сказали Урожай винограда Очень хороший Урожай шикарный Есть чем ехать на выставке Есть что продегустировать И вот так же у нас Такая была дегустация Мы все что можно было Попробовали Каждый сортик И потом После этого Уже как-то Как наелся Столько винограда Больше ничего Не хочется А после всего этого У нас еще была Небольшая Но интересная Дегустация Вина из винограда Но конечно же Не из этого делают Винограда вино А из обычного Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...